Вкратце, если вы начинающий фотограф и вы не хотите думать над всякими масками, ручным проставлением, контрольных точек и так далее, вы используете программу Автопана. Если у вас много панорамы, вам надо за ограниченное время их собрать, вы используете программу Автопана. Если у вас панорамы несколько, лучше использовать программу Пятигуи. В сложных случаях мы тоже используем программу Пятигуи. Если у нас есть брекетинг, мы используем Пятигуи. Однозначно. Если не сшивается Пятигуи, то мы используем Автопана. А если нам нужно работать с масками, мы опять же используем Пятигуи. Итак, список используемого оборудования можно быстренько посмотреть и сфотографировать. Список того ПО, которое используется, тоже мыслите посмотреть и сфотографировать. Итак, моя часть о том, как снимать сферические панорамы, закончилась. И через пять минут Иван расскажет о том, как сшивать сферические панорамы. Это если кому интересно. Вопросы? Да, пожалуйста. А каратинечко про съемки с вертолетов можно? Вот чуть-чуть поподробнее. Есть список вопросов, которые совершенно не получается понять своим умом. Итак, меня просят рассказать о съемках с вертолета. Давайте пос... Радиоуправляем. Радиоуправляем. Давайте мы сделаем так. Если кому-то еще интересно, мы можем просто отойти в сторону и поговорить об этом. А если... Да, просто я не хочу сейчас занимать внимание всей аудитории, ежели кому-то интересно, как дальше сшивают панорамы. Так, еще есть вопросы? Да, пожалуйста. В некоторых странах закрыто воздушное пространство. Надо получать разрешение для съемки. Что мы делаем? Ну, в России мы пошли к Путину и попросили снимать разрешение в Кремле. Два месяца они думали. И в конце концов далее. Во многих местах нам не удается получить разрешение. Мы пишем в префектуры, еще какие-то... Ну, вот нам говорят, в Париже нельзя, в Риме нельзя. Ну, мы прилетаем, снимаем, и, в общем-то, на это мало кто внимания обращает. С другой стороны, вот, например, сейчас в Марокко, где мы думали, проблем не будет, наше оборудование было арестовано прямо на въезде в страну. И с помощью русского посольства только на третий день после въезда мы его вытащили. Потому что какое-то непонятное питающее оборудование с радиоконтролем. Как и чего не вышло? Ищут батареи. Да, там батарейки какие-то. Так что разное бывает. Вот сейчас мы бьемся над получением разрешения в Губайе, над получением разрешения в Токио. Это длительные процессы, они могут иногда занимать несколько лет. Два года мы получали разрешение на съемки, например, в Бетре, в Гордании. Мы там списывались с огромным количеством инстанций, и нам помогли в этом, опять же, наше посольство. Проект не коммерческий? Проект не коммерческий. А кто помогает? Ну вот, например, мы получаем уже два года гран-ТРКО российского географического общества, под эгидой которого проходит эта выставка, и, наверное, поэтому мы, в общем, здесь выступаем. Так, еще вопросы? Где вопросы? Коммерческий проект какие-то вам предлагают сейчас? Ну, у нас, да, есть так называемые сторонние съемки. Они не связаны непосредственно с нашим сайтом, но, ну, считайте, сайт – это такая хорошая витрина, туда может любой прийти, посмотреть все это за бесплатно, а те, которые хотят что-то подобное сделать, например, для своего отеля, для своего поселка коттеджного, там, для своей стройки, те обращаются заказывать наш вертолет, там, на день, на два, или, там, вот, Дубай сейчас, там, заказал съемки в Дубае для Экспо 2015 будут крутить, там, наши панорамы. То есть, да, у нас, как бы, есть съемки, но это, как бы, не относится к нашему сайту. Мы просто используем свои возможности, да? Ну, вот, такой вопрос. Немножко можете рассказать про панорамное видео, которое у вас на сайте? Да, елкость. Еще будете делать какие-то новые проекты? Ну, как мы снимаем панорамное видео? Это, естественно, ноу-хау. То есть, я вот прямо сейчас не расскажу, как мы снимаем панорамное видео. Кто видел наше панорамное видео? Поднимите руки. Немного. Но есть, да, есть у нас панорамное видео. Мне больше всего нравятся, конечно, медведи на Камчатке. Кто видел медведей? Немного, да. Толбачек. Съемки извергающегося толбачика, да. Нью-Йорк не очень хорошо получился, но тоже есть такой... Да, там есть... Ну, я думаю, что если Ваня еще две недели посидит с Нью-Йорком, то... Нет, он, нет, говорит, не будет сидеть. Ну, значит, Нью-Йорк вычеркиваем из качества их съемок. Да, мы сейчас в каждой поездке стараемся снимать 360 видео. Не всегда получается удачно. А в чем был еще вопрос? А еще вопрос. Будете ли готовы какие-то такие вещи делать? Именно часть связи с виртуальной реальностью до него полосы? Их, безусловно. Какие у нас планы дальше в виртуальную реальность? 4D. Так что, чтобы волна на вас брызгала. У нас есть панорама, если ее хорошо поискать на сайте. Водопад, сферическая панорама. Ну, как бы, все статично, и только водопад течет. Вот, например, такая штука. Это лифт пана, которая... Технология лифт пана от калона. Да, да, да. Технология лифт пана. Такие-то вещи. Мне неинтересно вам поделать, где панорама, панорамное видео, посвящаясь с управляемой точкой съемки. Панорамное видео с управляемой точкой съемки. То есть пользователь управляемой точкой съемки. Много человека идти, как бы, и, грубо говоря, там... Ну, скажем так. Мы можем, как бы, определить же некий путь, к которому он здесь движется в видео. Но мы не можем полностью охватить любую точку. Понятно, что это все равно не из дорожки. Да. Это трудоемка. Понятно. Если будет какой-то заказ, и там будет такая сумма, из-за которой мы отменим несколько наших поездок, которые у нас происходят раз в месяц. и будем об этом думать. Но пока... Вы знаете, сколько во времени тут занимается? Здесь есть такое... Снять это занимает столько, сколько оно идет, ну, может, там, раз в пять больше из 15 минут снятого видео мы собираем там три минуты. А вот собрать 360 видео... Долго. Чтобы сделать качественное, приходится потрудиться и работать с каждым фреймом. Но это месячная. Нет? Если приноровиться, можно и быстрее. Поначалу освоить, наверное, технологию потребуется месяц, чтобы вмигнуть ее. Ну, ладно, честно скажу, что вот тот ролик с медведями, который у нас есть на сайте, который можно смотреть, не отрываясь пять раз, разглядывая в разные стороны, как там мишки прыгают, бегают за этой рыбой, хватает ее. А Ваня собирал две недели. Ну, думаю, не каждую секунду он посвятил вот этих двух недель в неделю этой сборке, но две недели. Получилось сколько там? Одна минута сорок секунд? Там получилось 52432 кадра. 5432 панорамы он собрал, чтобы получить это видео. Ну, вот так вот. А теперь я передаю слово одному из наших волшебников, Ване. Ваня, кроме того, что он собирает 360 видео, панорамы, он также у нас является одним из участников съемочного процесса. Можно, наверное, но он уже заменил слайды. Ваня попал к нам в программу, когда он снял шикарную панораму, попал в нашего ВР-пана, когда он снял шикарную панораму и показал нам ее сферическая панорама, снятое снаружи летящего самолета. Мы долго думали, как же он это сделал. Когда мы выложили эту панораму у нас на сайте, нам пришло письмо от компании, которая производит программу для склейки панорам, вот, автопаны, которую я упоминал. Они написали, что у них было собрание, где они думали, как снята эта панорама. И они придумали три варианта и предлагают нам ответить на вопрос, угадали или нет. Я не помню, угадали? Да, там одно было правильно. Угадали. Один из инженеров угадал. Но мы все равно получили несколько бесплатных ключиков к этой программе. Ну, вот, после такого представления, да, Иван еще известен тем, что он снял Эверест. Мы пытались дважды снять Эверест. Эверест — это самая высокая гора в мире. Один раз к нему летал я, а второй раз к нему летал Иван. У меня не получилось с погодой, на высоте 6200 метров. Испугался мой пилот, развернулся. И, несмотря на мои отчаянные попытки вернуть его в сторону ледника и дальше продвинуться к Эвересту, он улепетывал оттуда очень быстро. Но мне удалось снять какие-то панорамы, в которых Эверест виден. Но Ваня через год отправился в Катманду и прилетел к Эвересту и снял его с высоты 3700 метров. Так что Эверест на него... 700. Ой, не 3700, а 7100. 7100 метров без кислородного баллона снял Эверест. И вот там процент брака, я знаю, был достаточно большой в этой съемке. Скотчем под рукой не было. Не оказывается. Уберите с собой скотч. Тебя не слышат. Тебя не слышат. Тебя не слышат. Я передаю ему микрофон. Скотча не было с собой. Берите на съемки обязательно этот важнейший элемент фотографа. Инструмент фотографа. Уважаемые коллеги, на самом деле, после такого обстоятельнейшего объяснения, как снимаются сферические панорамы, вы наверняка догадываетесь, что практически сразу после съемки они попадают к нам на сайт. Часть, которая по тематике осталась мне, рассказать вам, как происходит компьютерная обработка. Ну, она достаточно скучна, но тем не менее, я попытаюсь вам дать сжатое наши лучшие рекомендации, как...